Потрясающие художники считают за честь работать с вами. Слушайте, про книжки все очень просто. Это коллекция одного богатого человека в Москве. Я ему говорю, послушай, у тебя одна из лучших коллекций Плавинского в мире. У тебя 13 работ Плавинского. Чтобы вам было понятно, Плавинский стоил 30 тысяч в 2003 году и 250 в 2007. Работа. Работа, да. То есть произошел очень серьезный подъем на русское искусство. То есть, вашими словами, неплохая инвестиция. Сумасшедшие, если ты понимаешь, что делать. И так как он меня слушал, я ему говорю, вот это надо брать. Потому что я какие-то деньги стал зарабатывать консультационными услугами. Я говорю, вот это надо брать, это не надо. И я ему сказал, послушай, давай при жизни художника всю твою коллекцию мы издадим. Стоит это там 100 тысяч. Он говорит, а зачем? А я говорю, потом, когда, не дай бог, они уйдут, они люди пожилые. Я говорю, тебе не надо ходить у жен, проси, чтобы они подтвердили подлинность. А он говорит, ты прав, давай сделаем это. Я, естественно, там какие-то деньги тоже давал, но это не 100 тысяч из моего кармана. Понимаете, да. То есть, в принципе, те люди, с которыми я работаю, а с кем я работаю? Я работаю с Юрой Купером. Вернее, как работаю? У меня их есть работы. Если я работаю с Шемякиным, это не означает, что я с ним на контракте. У меня есть его работы, которые я покупал на вторичном рынке. У меня есть сериографии, которые я выпускал. Понимаете? А вот когда я работал в России, то я работал, я старался работать на контракте с художником. Ведь в западной галерее все работают иначе, чем русские. Русские... Но не только Шемякин, не только Пловинский. Шемякин, Пловинский, гениальный Рустам Хамдамов, Межберг, замечательный художник Лео Межберг. Он умер недавно. Затем Игорь Тюльпанов. Это все ребята, которые здесь живут. Дюльфан, кстати. Он неплохой очень художник. Мерсат Бербер. Это замечательный художник из Хорватии. Вот это первый ряд таких тяжеловесов. Естественно, у меня в коллекции есть и Целков, есть и Рабин, есть и Немухин. Но это так я ее называю коллекция на обочине. Она буквально создалась там за 2-3 года. Потому что какие-то работы я купил для клиентов, они им не понравились. Но так как цена летела стремительно, за год поднималась на 40-50%. Мечла себе Рабин на обочине. Нормально? Нет. Я купил на аукционе его для клиента. Он говорит, он мне не нравится. Я говорю, не нравится, я себе оставлю его. Понимаете? Вот и все. Имел возможность оставить. Потому что я никогда не претендовал на то, чтобы быть однопрофильной галереей. Понимаете? Я с удовольствием занимался так называемыми салонными художниками. Роем Ферчайлдом, Жанет Риби, Гарри Бенфилдом. Потому что Роем Ферчайлд сказал замечательную вещь один раз. Я про него фильм делал. Он сказал, женщины и цветы это колеса, которые везут работу на рынок. Понимаете? Здорово. Правильно, да. Потому что он очень мастеровой парень. Потому что если вы сегодня сделали бы опрос среди русскоговорящих или среди американцев, конечно, им понравится не сложная живопись. Уж, конечно, Кабаков им не понравится. Им понравится Роем Ферчайлд. Или вот там еще есть Гарри Бенфилд. Его продавали на 17 миллионов в год на пароходах, на всех этих, на круизных пароходах. Очень просто. Но людям нравится. И ты ничего не можешь сделать. Они заходят в галерею к тебе. И некоторые, которые не такие умные, они так делают твит. А это что? А это что? А это Гарри Бенфилд. Женщины, цветы и кони. И мы с моей женой все время воюем. Потому что я говорю, я не хочу. Мне это не интересно. Она говорит, а зато это интересно людям. Понимаете? Потому что если мы говорим о коллекционерах, вы сегодня не можете с маленькими деньгами коллекционировать. Совершенно невозможно. Чтобы коллекцию нон-конформистов сделать, ну, более-менее какую-то. Сегодня, когда рынок уже третий год на спаде, ну, думаю, 5 миллионов это минимальная цифра. Ну, мы подождем тогда пока. Ну, да. Я не хотел бы вас расстраивать, Игорь, но я пока временно вы сдержусь, ладно? Хорошо. От коллекции нон-конформистов. Ну, как-то, ладно. Ну, ладно, раз так получилось. Что и раз так получилось. У нас, к сожалению, время почти кончилось. Хотя безумно интересно. Вы знаете, я должен публично поблагодарить нашего с вами общего друга Юра Роста за то, что он нас познакомил. Я действительно... Он прав, когда сказал, что вы уникальная личность. И главное, поразительная в своей откровенности. Потому что полное отсутствие придуривания у человека, который занимается подобной деятельностью, да еще так успешно, как вы, это редчайшая история. Ну, я тоже ему благодарен, потому что мне интересно с вами беседовать было. У нас есть традиция. Программа всегда заканчивается стихами. На ваш выбор. Две строчки, четыре. Короткое стихотворение. Что хотите. Украшался отборной собачиной Египтян государственный строй. Нарядерял мертвецов всякой всячиной И торчал пирамид головой. Ладил с готикой. Жил озоруючи. И плевал на паучьи права Наглый школьник и ангел ворующий. Неснавненный Виен Франсуа. Это мой любимый. Мандельштамм, естественно. И тоже еще об одном неслабом поэте. Франсуа Вионе. Ну да. Игорь, я вам очень благодарен за то, что вы выбрали время и пришли. Я вам желаю радости творчества. Вы знаете, мне кажется, да более того, я этому уверен, что после всего того, что вы пробовали в своей жизни, вы нашли свое. То, что действительно ваше. И вот этот баланс между кайфом высокого творчества и бизнеса, который вы не скрываете, и который вы для себя держите, мне кажется, это вот тот самый баланс, который необходим вам по жизни для получения от нее максимального удовольствия. Поэтому я вам, кроме радости творчества, еще желаю, что вот это вот ощущение того, той ниши, которую вы нашли себе, и в которой вы себя так блестяще реализовали, реализовали, не оставляло вас еще долгие-долгие годы. Спасибо, что позвали, Виктор. Спасибо вам. Ну и когда вы соберете следующую коллекцию нон-конформистов делать, подоправ следующие 5 миллионов, пригласите, я с удовольствием приду и посмотрю. Я вообще к нон-конформистам отношусь лучше, чем к конформистам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы этот час были с нами. До встречи через неделю, и будьте, пожалуйста, благополучны. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...